МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер программы Легендарное радио ВИБИСИ. Весна – это время перемен, любви, теплых солнечных деньков и, конечно же, хорошего настроения. И мы постараемся вам его поднять. В эфире программа «Про всем». Здравствуйте! Желание женщин ухаживать за собой неизменно возрастает с приближением лета. Именно поэтому в нашем следующем сюжете мы расскажем о самых эффективных процедурах, которые несут молодость и красоту. А вы знали, что первые признаки старения кожи появляются на лице в период с 25 до 30 лет. Ведь, как правило, именно на это пятилетие приходится большое количество стрессов, связанных с построением семьи, воспитанием младенцев или с карьерными свершениями. Так вот, милые женщины, когда вы задаете себе вопрос, а нужны ли мне омолаживающие процедуры, вы должны знать, что то, как выглядит женщина между 30 и 35 годами, может многое сказать о том, как она относилась к себе и к своей коже в молодости. Чтобы дольше оставаться красивыми и молодыми, современная косметология предлагает множество методов борьбы с первыми признаками старения. Итак, топ-3 омолаживающих процедур для лица. Третье место занимают любимые многими аппаратные технологии. Это и пилинги, и различные процедуры по лазерному омоложению кожи. На сегодняшний день аппаратные технологии становятся все более популярны. Помимо видимого эффекта, аппаратные технологии обещают полную безопасность. На втором месте стоит плазма-лифтинг. Если вы противник введения каких-либо препаратов, то этот метод для вас. Принцип действия заключается в использовании собственной крови. После забора крови у пациента ее помещают в специальную центрифугу и выделяют плазму. Именно она и оказывает омолаживающее действие на ваш организм. На первом месте неизменно стоят инъекции гиалуроновой кислоты. Это может быть мезотерапия или биоревитализация. Отличие между этими процедурами в глубине введения препарата. При мезотерапии гиалуроновая кислота вводится на поверхностные слои кожи. Биоревитализация же предполагает более глубокое воздействие. В результате этих процедур кожа разглаживается, становится потянутой и сияющей, а также исчезают морщины. Однако выбор метода зависит не столько от пожеланий и платежеспособности, сколько от индивидуальных особенностей организма и наличия противопоказаний. Какие методы выбирать, решать только вам вместе с вашим косметологом. Однако помните, что всему есть мера. Высшая степень мастерства врача-косметолога – это умение подчеркивать достоинства и продлевать вашу молодость. Еще одно занятие, которое поднимет настроение каждой женщине – это, конечно же, шоппинг. Тем более, что весенние коллекции одежды, обуви и аксессуаров уже красуются на полках модных бутиков нашего города. Салоны обуви Pavi Shoes с каждым годом улучшают свою работу и представляют все больше модных и актуальных моделей. Придя сюда, вы можете быть уверены, что найдете модель себе по душе. Вот и сейчас на обновленных полках красуется новая весенняя коллекция мужской и женской обуви. Обувь, созданная только для вас. Именно так можно характеризовать Pavi Shoes. Признательность и преданность постоянных покупателей – вот самая большая награда для сотрудников обувного салона. За 10 лет работы Pavi Shoes полюбили многие жители нашего города. Обувь для мужчин, женщин и детей. Обувь для любой возрастной категории. Здесь вы найдете модели на любой вкус и цвет – от молодежных и стильных до более солидных и классических. Салоны обуви Pavi Shoes всегда следят за своей ценовой политикой и стараются держать цены на комфортном для клиентов уровне. Для вас всегда действуют скидки по дисконтным картам, а цены на прошлогоднюю коллекцию сейчас снижены до 50%. Pavi Shoes – это всегда актуальная современная модная обувь, привезенная во Владивосток сразу после выхода новых моделей на мировую арену. В производстве используются только высококачественные и исключительно натуральные материалы. Вы можете быть уверены, что такая обувь прослужит вам как минимум 3-4 сезона. Pavi Shoes – обувь созданная только для вас. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Приехала новая интересная и захватывающая программа под названием «Империя хищников». Наша съемочная группа уже побывала там, и мы можем с уверенностью сказать, что это то место, куда вы можете приходить всей семьей и заряжаться положительными эмоциями. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во Владивостокский цирк приехала новая, поистине завораживающая программа под названием «Империя хищников». Это цирковое шоу громко заявило о себе на мировом уровне. Огромная гастрольная и фестивальная география включает в себя Швецию, Францию, США, Швейцарию, Великобританию, Монако, Германию, Италию, Венгрию, Норвегию, Китай и, конечно, Россию. Это шоу – особый жанр перформанса, объединяющий в себе театральную постановку и цирковое представление. Мы хотели этим спектаклем показать то, что добро, зло всегда конкурирует, но, конечно, всегда побеждает добро. И, конечно, присутствует очень много хищников – это леопарды, ягуары, шума и волки. Изюминкой программы, конечно же, является изумительное взаимодействие хищников и дрессировщиков. Евгения Верлатая провела в цирке всю свою жизнь, а сейчас она уже не представляет себя без своих хищных четвероногих друзей. Они действительно серьезные звери, волки. Они выглядят только для зрителя, могут показаться как собачки, но на самом деле они такие коварные животные, потому что они в стае у меня работают, не по одному, там, на поводке. Они не настолько прирученные, прям, знаете, как вот сосочки с бутылочки, чтобы дома жили. Нет, они живут полноценной жизнью, по парам. У них в стае есть альфа-санка, альфа-самец. Они огрызаются, они дерутся, играются. У них полноценный образ жизни, я за этим слежу. Во время коронного номера с хищниками в одной клетке находятся хаски и черные канадские волки, пумы и ягуары. Это зрелище завораживает и восхищает одновременно. Программа будет интересна всем, потому что здесь и клоуны, и здесь сложные номера, сложные трюки, и красивые декорации, костюмы, музыка. То есть будет интересно всем. Мне больше понравилось, то, как все танцевали там красиво. И они старались хорошо. Меня зовут Дима, и я хочу сказать, что мне понравилось империи не хищников. Как они там прыгали, и артисты занимаются всякими фокусами, которыми я еще не умею. Империя хищников. Это битвы шаманов, чудеса эквилибристов, жонглеров, акробатов, дрессированных хищников и других животных. Я видела очень много программ, но это самое лучшее. Все приходите на программу «Империя хищников». В зимних выпусках нашей программы мы часто говорили об отдыхе за границей. Интересно, какие же страны становятся популярными среди русских туристов с наступлением весны? Из европейских стран, пригодных для отдыха весной, можно выделить Португалию. Весна здесь начинается рано, в феврале, когда вода прогреется до 14-17 градусов. Эта поистине самобытная страна с теплым, умеренным климатом одинаково понравится в весенний период и серфингистам, и искателям интересных достопримечательностей, и поклонникам хорошего вина и кухни. Также весна – это прекрасное время для поездки в древний многонациональный Израиль. Дождливый зимний период заканчивается, а для летней жары еще слишком рано. Средняя температура плюс 17-20 градусов. Вдыхая апрельский воздух, приятнее всего совершать паломнические прогулки по святыням трех религий или наслаждаться целительным мертвым морем. Следующая страна в нашем списке – это Бразилия. Ведь переходные периоды весны и осени – это лучшее время для посещения пальмовых пляжей Бразилии. Кратковременные дожди не доставляют путешественникам неудобств, а температура плюс 23-26 позволяет наслаждаться как пляжным, так и экскурсионным отдыхом. Также именно весной вы сможете попасть на самый известный в вашем мире карнавал в Рио-де-Жанейро. Еще одна страна, благоприятная для посещения весной – это Мексика. Здесь можно купаться круглый год. Температура воды не меняется и равна примерно 25 градусам выше нуля. Но зато ранняя весна не так влажна и дождлива, как летом, и нет опасности встретиться лицом к лицу с ураганом. Японская же весна начинается с цветения сливы. А с конца марта до середины мая города покрываются белыми и розовыми лепестками сакуры, ради которых в страну восходящего солнца и приезжает множество туристов. Кто-то из великих однажды сказал, что счастье – это когда вы с удовольствием уходите на работу, а вечером с таким же удовольствием возвращаетесь домой. Любите друг друга и берегите своих близких. С вами была Алина Кузина и программа «Про все». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!